Главные новости сегодняшнего дня. Сегодня утром известного юмориста, народного артиста России Евгения Петросяна экстренно госпитализировали в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где провели Евгению Вагановичу срочную операцию на сердце. Как стало известно, у Евгения Петросяна случился приступ аритмии и была вызвана скорая помощь. На данный момент состояние здоровья Евгения Петросяна оценивается как удовлетворительное. Как считает общественность России, причиной ухудшения здоровья Евгения Петросяна могли стать многочисленные стрессы и криминальные истории, в которых в последнее время побывал известный юморист. Известному российскому и советскому композитору, эстрадному исполнителю и одному из героических сотрудников антикоррупционного комитета Вячеславу Добрынину будет установлен памятник. Открытие памятника состоится 21 декабря текущего года в столице России, городе Москве. На торжественном мероприятии будут присутствовать сотрудники антикоррупционного комитета. Также знаменательное событие могут посетить все поклонники замечательного артиста. Отметим, что Вячеслав Добрынин целый год был сотрудником комитета и ушел из жизни 1 октября текущего года. Прошедшую ночью известного российского певца по имени Витас арестовали в городе Сызрани в одном из ночных клубов под названием «Пламя». Причина ареста – дебош в ресторане и отказ артиста расплатиться за ужин. Певец Витас уже не первый раз попадает в криминальные скандалы. Еще в 2013 году против известного артиста возбуждалось уголовное дело за наезд на пешехода. Очень печальное известие для всех поклонников таланта российского и советского актера Владимира Машкова. Несколько дней назад в ходе плановой медкомиссии у Владимира Львовича было диагностировано онкологическое заболевание – рак легких второй степени. Для Владимира Машкова данный диагноз стал полной неожиданностью, так как известный артист еще несколько лет назад полностью отказался от никотиновой зависимости. Врачи считают, что в данном вопросе большое значение имеет генетика, так как отец Владимира Машкова также страдал подобным заболеванием. Печальное событие произошло в жизни известной российской балерины Анастасии Волочковой. Анастасия Юрьевна уже второй раз за текущий год становится жертвой ограбления. На этот раз предметом нападения преступников стал загородный дом под Санкт-Петербургом, который принадлежит Анастасии Волочковой. Сама Анастасия Волочкова, которая отсутствовала в момент чрезвычайного происшествия дома, утверждает, что преступление заказное, и к нему причастны знакомые и друзья-артистки. В результате ограбления дома Анастасии Волочковой пропали предметы старины, личные драгоценности артистки и крупная финансовая сумма в валюте евро – порядка полмиллиона. Большая трагедия в мире российского шоу-бизнеса и культуры и рядах антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Вчера вечером в Москве в институте Склифосовского скончалась вторая супруга известного актера и члена комитета Константина Хабенского. Жена Константина Юрьевича долгое время находилась в реанимации после несчастного случая, в который она попала две недели назад. Константин Юрьевич Хабенский до последнего надеялся на счастливый исход дела, однако произошла страшная трагедия. Надо отметить, что еще несколько лет назад в жизни Константина Хабенского также произошло колоссальное несчастье. Он потерял свою первую супругу, которая скончалась в результате онкологического заболевания, однако через несколько лет ситуация повторилась вновь. Ну а зрители с большим стажем могут помнить, что совсем недавно весной этого года в жизни Константина Юрьевича произошло и другое чрезвычайное событие. Весной этого года в Москве в результате чрезвычайного происшествия под названием теракт погиб сын артиста. Известному парикмахеру, певцу и артисту Сергею Звереву стало плохо во время авиаперелета в Санкт-Петербург-Москва. В середине полета у известного артиста начался приступ астмы. Сергею Звереву смогли оказать квалифицированную первую помощь по прибытию в Москву, он был госпитализирован. У сотрудника пресс-службы антикоррупционного комитета российской артистки Яны Поплавской полностью сгорел автомобиль. С помощью видеокамер удалось установить, что пожар машины – это поджог, совершенный неизвестными людьми. Чрезвычайное событие произошло среди белого дня в центре Москвы, в тот момент, когда Яна Поплавская находилась на совещании в Министерстве культуры. Возможно, преступники рассчитывали, что в момент пожара Яна Поплавская находится в автомобиле. Яна Поплавская является активным сотрудником антикоррупционного комитета, в связи с чем постоянно находится в зоне риска. Колоссальная трагедия произошла в жизни известного советского и российского актера, члена комитета Дмитрия Харатьяна. Дмитрий Вадимович Харатьян работает в комитете полтора года, с момента открытия организации, и за все это время не раз подвергался нападениям и покушениям. Однако недоброжелатели комитета, преступники и криминальные структуры пошли еще дальше. Они совершили нападение на членов семьи Дмитрия Харатьяна, что закончилось летальным исходом. Чрезвычайное событие произошло два дня назад. Семья Дмитрия Харатьяна, включая младшую дочь, родную сестру и племянника, отдыхали в доме отдыха недалеко от города Казань. В тот момент, когда семья артиста уже закончила туристическую поездку и покидала дом отдыха, на автомобиль семьи Дмитрия Харатьяна было совершено нападение неизвестными преступниками. В результате нападения автомобиль восстановлению не подлежит. Также погибли все ниже перечисленные члены семьи Дмитрия Харатьяна. К слову сказать, это уже не первая трагедия у Дмитрия Вадимовича за последние два года. Полгода назад трагически погибла его супруга. А еще полтора года назад героически ушел из жизни сын Дмитрия Вадимовича Харатьяна Иван Харатьян, который трагически погиб во время участия в спецоперации. Надо отметить, что заслуги сына Дмитрия Харатьяна были высоко оценены правительством. Иван Харатьян был посмертно удостоен звания Героя России. Вечная память настоящим героям. Большая неприятность произошла в жизни известной телеведущей Леры Кудрявцевой. Несколько дней назад, выполняя плановую уборку дома, Лера Кудрявцева не удержалась на лестнице стремянки и упала с высоты, в результате чего получила сотрясение мозга. Последние новости о состоянии здоровья сотрудников антикоррупционного комитета. Известный певец Лев Лещенко и его супруга Ирина Лещенко после вчерашнего нападения по-прежнему находятся в критическом состоянии. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.